Добрый день. Мы начинаем большую тему, большую лекцию, посвященную истории мусульманской Испании. Прежде чем начать говорить о собственном завоевании Испании, о том, кто завоевал, почему завоевал, надо сделать нескольких предварительных, важных замечаний. Арабское завоевание – это, пожалуй, важнейшая часть истории Испании, и не только средневековой, но и всей истории в целом. Средневековой хотя бы потому, что зачастую именно с падения Вестгутского королевства под ударами арабов некоторые исследователи истории Испании и начинают испанские средние века. Ну, тому примером, скажем, Лерсия де Кортаса, например, считая всё, что было доиспанской античностью. Арабское завоевание так получилось, что оно смоделировало, развернуло всю последующую историю и направило по совершенно определенному пути. Восемь столетий, полных восемь веков после арабского вторжения, христиане более успешно, менее успешно пытались вернуть полуостров себе. И вот эта борьба вошла в историю под названием реконкиста. Мы об этом ещё будем говорить, но не в этой лекции, в следующей. Пока я просто отмечу, что без арабов, как бы это банально не прозвучало, без вот этого вторжения, без завоевания и всего, что за ним последовало, реконкиста бы просто не было. И, следовательно, вся история Испании пошла бы совершенно другим путём. А, наконец, ещё один момент, который важно упомянуть в связи с этим. Арабская культура стала третьей в комбинации, которую современные историки 20-21 века, испанские историки называют словосочетанием «convivencia de tres culturas» – «сожительство трёх культур». Мы с вами говорили в прошлый раз, когда говорили о королевстве Вестгутов, то я упоминал неоднократно, и вы, я думаю, помните, о том, что Вестгутские короли прославились разветвлённым, очень подробным антисемитским законодательством. То есть, законодательством, направленным против иудеев. Так что, две вот этих вот культуры сложились ещё в Вестгутский период. Это христиане и иудеи. Арабы, мусульмане, пришедшие в 8 веке нашей эры, стали третьим элементом из которых, собственно, третьим элементом из тех трёх, из взаимодействия, очень сложного взаимодействия которых сложилась потом чудесная диковина, которую мы знаем как испанскую культуру. Я скажу очевидное, но, наверное, это тоже надо сказать, то есть, реконкиста и взаимодействия христиан, мусульман и иудеев далеко не всегда было военным взаимодействием, или войной на уничтожение, на изгнание, фанатичной грязнёй какой-то. Там было очень много, и я постараюсь это показать, было очень много торговли, культурного обмена, переводов, была своя литература, была своя философия. Всё это возникало вот за счёт соприкосновения и трансформации под результатами этих соприкосновений вот этих вот трёх культур. И ещё одно замечание, совсем короткое. В рамках сегодняшнего разговора мы достаточно часто, по крайней мере в первых его частях, мы достаточно часто будем адресоваться к событиям, происходившим в Северной Африке, в зоне, известной как Магреб или Магриб. Можно сказать, что мы же говорим про историю Испании, зачем нам Африка? Но дело в том, что арабы, мусульмане, арабы, берберы, как бы их ни называть, мусульмане, вторгшиеся в Испанию, постоянно, как бы сказать, имели за своими плечами Африку. Вся их история всегда делилась на две части, на два фронта, структурировалась на две стороны. Даже когда столица была в Кордове или в Севилье, то вторая столица почти всегда – это Марракеш или Фес, то есть это Северная и Северо-Западная Африка. И всегда всё, что происходило в Африке, отзывалось в Испании, и наоборот. И мы, собственно, будем с вами говорить о том, что ряд событий, ну, та же знаменитая, да, пресловутая битва Прилас-Нава с Даталоса 1212 года, она, как бы сказать, затенила, да, затушевала, скрыла от глаз большой комплекс важнейших трансформаций политических, культурных, да, происходивших через пролив в Африке. И появляется очень большой соблазн, да, приписать, собственно, битве Прилас-Нава с Даталоса решающее, а то и единственное подавляющее значение в сокрушении империи Аль-Махадов. Ну, это я просто к примеру говорю. Ну, так что отсылок к Африке будет много, но недостаточно. И поэтому я сразу скажу, обратите, пожалуйста, внимание на перечень рекомендованной литературы в конце лекции. Помимо того, что есть в слайдах, я ещё назову несколько названий, когда мы уже дойдём до этого момента. Пожалуйста, обратите на них внимание и, может быть, полистайте самостоятельно на досуге. На этом введение затянувшееся можно считать законченным, и мы начинаем первый из семи сегодняшних сюжетов, посвящённый, собственно, завоеванию Испании. Вот сейчас постепенно найдёт объяснение картинка на первом слайде, долго висевшая перед вами. Мавр с кровожадным лицом, тянущий из ножа саблю, и рядом король, с головы которого слетает корона, из рук выпадает меч и держава. Король Родрик, или король Родриго, как его зовут по-испански, и Тарик ибн Зияд. Но обо всём по порядку. История начинается в 20-е годы 7-го века, а конкретно в 622 году, в сентябре, когда Мухаммад, пророк Мухаммад, я имею в виду, бежит из Мекки в Медину, и, собственно, вот с этого события, как вы знаете, начинается официальный отсчёт времени ислама. Отсюда ведётся мусульманское летоисчисление, хиджра. И, собственно, уже поэтому эту дату надо иметь в виду. За 30 лет, последовавших за смертью Мухаммада, во главе верных, во главе тех, кто шёл за ним, сменилось 4 лидера, которых вскоре начнут называть 4 праведными халифами. Это Абу-Бакр, Умар, Усман, Али. И все четверо родственники Мухаммада, об этом можно прочесть в любой практически литературе, довольно много об этом, чего написано. И когда вы будете об этом читать, вы увидите, что в основном при Умаре ведутся активные завоевания и распространение влияния арабов на Египет, Персию, Северную Африку. При Усмане, помимо завоеваний, появляется политическая структура халифата и административная структура халифата. Больше того, появляется сам титул халиф, то есть наследник королока, и второй официальный титул халифа, это Амир Аль-Муменин, то есть глава всех правоверных. Соответственно, титулом ниже, Амир Аль-Муменин будет еще один титул, Амир Аль-Мослемин, вот не путать их друг с другом, если Амир Аль-Муменин – это глава правоверных, то Амир Аль-Мослемин – глава мусульман, и этим титулом пользовались потом некоторые испанские халифы. Но об этом мы еще отдельно скажем, когда дойдем. И еще одно, что надо понимать, это то, что знать, виноват не понимает знать, это то, что после смерти последнего праведного халифа Али в халифате устанавливается династия Омиядов, а в 750 году в результате переворота и убийства халифа Марвана II к власти придут представители династии аббасидов, которые и пробудут у власти, как вы видите, до середины XIII века. Внимание, пожалуйста, на карту. Здесь просто наглядно представлено все то, о чем я сейчас говорил. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что темно-зеленым цветом выделена территория изначального расселения арабов. Изначально в расселении виноват не арабов, а мусульман, верных Мухаммаду. А светло-зеленым салатовым оттенком выделена территория халифата к моменту смерти халифа Али, к моменту 661 года. И вы видите, что к этому моменту арабы не только включают в свою орбиту, скажем, Египет, весь Аравийский полуостров, значительную долю других земель Ближнего Востока, но еще и распространяют свое влияние на земли подконтрольные Византийской империи. Собственно, именно на время правления одного из четырех праведных халифов приходится два похода на Константинополь, знаменитые две осады Константинополя арабами. Параллельно, обратите, пожалуйста, внимание, походы уходят западнее. То есть из Египта, да, из Египта арабы уходят на запад по побережью Африки в направлении, стало быть, Триполи и дальше к Марокко. Но это уже более поздний период, восьмой век, и об этом мы сейчас поговорим. Единственное, на что еще обратите, пожалуйста, внимание, это на то, что еще при праведных халифах, центрах политической власти, то есть то, что можно назвать столицей, хотя с известной долей условности, будет перемещен из Медины в Дамаск, современная Сирия, да, где надолго и останется. Поэтому вот это вот политическое образование будут называть потом халифатом омиядов или дамасским халифатом. К началу восьмого века мусульмане выйдут к Гибралтару, к проливу Геркулесовых столбов. Тогда еще не называвшемуся Гибралтаром, этого названия еще не было, мусульмане выйдут к проливу, подчинят себе всю Северную Африку и продолжат захватывать Африку, уходя от севера немножко к югу, да, по западному побережью. Будет создана одна из провинций халифата, которая получит название Ифрикия, ну то есть Африка, да, страна ифритов. Наместником там будет человек по имени Нуса Ибн Нусаек, титул его Вали, то есть наместник. Этот титул вы запомните, он нам еще пригодится, я не зря его здесь пишу. Собственно, править уже будут халифы династии Амиядов. Основатель халифата, я напомню, Муавия I, но в данном случае править будут его преемники, халифы Аль-Валид и Сулейман, когда, собственно говоря, в правлении Аль-Валида А Муса Ибн Нусайр поручит своему клиенту, то есть зависимому от него человеку, другу, воспитаннику, его тарику Ибн Зияду, вторжение в Испанию. Здесь стоит подчеркнуть, что это вторжение становится возможным благодаря еще одному человеку, которому в испанском эпосе отведено совсем незавидное положение, такой граф Юлиан, или Ильян иногда, да, Ильян. По всей видимости, Вестгодский магнат, наместник юга полуострова, то есть где-то региона от южнее Кордова, конечно, региона, скорее, Аль-Хесироса. Он вступает, подачалу, в торговые взаимоотношения с Мусой Ибн Нусайром, и, ну, вряд ли он приглашает арабов, да, но поначалу он сквозь пальцы смотрит на появление ограниченного контингента арабских войск на южном побережье Испании, еще пришедших не с целью завоевать в Раубде, быть, да, а с торговыми намерениями. Вот, Ильяна ведет с ними торговлю, но кончается это все очень грустно, кончается это все тем, что в 1811 году на смену нескольким сотням арабов, занимающихся в основном торговлей и заготовкой леса на южном побережье полуострова, приходит несколько тысячный контингент под командованием Тарика ибн Зияда. За три последующих года Вестгутское королевство будет сокрушено, мы об этом сейчас поговорим, и на территории Испании будет создана провинция, получившая провинция халифата, получившая название Аль-Андалус, Андалусия, то есть страна вандалов. Видите, да, здесь в арабском названии сохранено название вот того германского племени, союза племен, да, вандалы-силинги, астинги, мы о них говорили, астинги, да, которые переходят из Испании в Африку, создают там свое королевство, которое потом гибнет под ударами Византии, но вот память сохранилась. Так вот, Аль-Андалус становится становится одной из провинций халифата, наместник Аль-Андалуса носит титул Вали, Вали, который подчиняется напрямую Вали и Фрикии, то есть это, как бы сказать, наместник второго ранга, да, в войске Тарика ибн-Зияда и в пришедшем вслед за ним более многочисленном войске Нусы ибн-Нусайра шли представители разных племен, не только разных родов, но и разных племенных структур. Шли арабы-емениты, по названию, да, они пришли из Йемена, самые, как бы сказать, дальние края в данном случае, арабы-емениты, которые оседают на юге полуострова, в самых плодородных его местах, понятно отчасти почему, потому что арабы-емениты, это, ну, как бы сказать, костяк мусульманского войска, им достаётся самое лучшее. Вот, они оседают на юге полуострова, как раз в тех краях, которые сейчас называются Андалусии, как вы помните, самый густо заселённый район Испании, самый богатый район, мы это с вами уже обсуждали, берберы, то есть население северного, североафриканское, как раз, проходит севернее и занимают центры северного полуострова, во многом ещё и потому, что для арабов привычнее заниматься земледелием, для берберов полукочевых привычнее заниматься отгунным скотоводством, а центры северного полуострова, как раз, то есть Месета, это, как вы помните, место как раз пригодное, для занятия отгунным скотоводством. Собственно, немножко о хронологии, да, граф Ильян, комит Ильян, впустивший арабов в Испанию, оказался сметён почти сразу, то есть он не сумел или даже не стал организовывать никакой серьёзной защиты. Против Тарика Ибн Зияда спешно выступил король Родерик, только-только пришедший к власти недавно. И вот здесь, кстати, ещё один ключ к так называемому предательству комита Ильяна. Помните ли вы о том, я надеюсь, помните, что король Родерик занял престол незаконно. Он не относился к детям короля Витицы, он не принадлежал королевскому роду, это гардинг, телохранитель. Вот, он занимает престол силой, да, и далеко не все представители высшей Вездродской знати в восторге от того, что происходит. И да, поэтому вполне возможно, что граф Ильян лояльно отнёсся к рабу, полагая, что те помогут ему избавиться в частности от Родерика. Но те помогли, да. И так в 711 году ещё раз год Тарик встречается на поле боя у Гвадалета с войском короля Родерика. Битва по источникам судя длится 8 дней. В итоге в битве гибнет король Родерик, войско оставшееся войско бежит и дальше Тарик уже практически без сопротивления Тарик, а за ним Муса пришедший к нему и на подмогу и одновременно контролировать Тарика. Он понял, что Тарик может стать слишком сильным. Тарик плюс Муса захватывают весь Пиренейский полуостров. Обратите пожалуйста внимание сейчас на карту. Незатронутым арабским завоеванием остается только крайний север полуострова регион Кантабрии и Астурии горы. Горы арабы это легкая кавалерия прежде всего. В горы легкая кавалерия лезть не может и поэтому они доходят до гор да, но дальше уже не проходят. Впрочем им Кантабрия и Астурия не очень важны собственно захватив основную территорию Вестгутского королевства арабы по берегу да в районе Жероны проходят севернее туда в район Каркассона и Нарбонны в бою гибнет последний Вестгутский король Саптимании Агила второй арабы захватывают Саптиманию Нарбонскую Галлию и в общем-то продолжают завоевание вот но это будет уже не при Мусе и не при Тарике дело в том что Халиф Аль-Валид забеспокоился его обеспокоило усиление Вали и Фрики да слишком много Муса завоевал по его мнению и слишком давно он не давал себя знать в Дамаск Мусу отзывают в Дамаск он едет в Дамаск сам и забирает с собой Тарика и Бензияда собственно Халиф отправляет его в Апалу а дальше все кончается очень грустно потому что в 715 умирает Аль-Валид а его предшественник Мусу очень его преемник извините Мусу очень не любит в итоге в 716 Муса погибает в Дамаске при невыясненных обстоятельствах на полуострове остается его сын Абдаль-Азиз который завершает покорение полуострова по преданию да у нас нет точных данных но по преданию он женится на Эгелоне вдове короля Родерика и старается всячески привлекать на свою сторону Вестгутскую стать чем вызывает серьезное неудовольствие с одной стороны собственных воинов с другой стороны Дамаска против него довольно быстро составляется заговор вдохновляемый из Дамаска и в 716 году Абдаль-Азиз убит во время молитвы в мечети которая по его приказу была перестроена одна из церквей на тот момент впрочем под властью арабов находится вся территория полуострова за исключением повторюсь Ханта-Абрея-Стуи а вот и еще пожалуй что важно напомнить что остаются еще пока небольшие христианские анклавы остается довольно большой значительный анклав вы его видите на карте это район Лорки Риуэлы где правит вестготский магнат Тео-де-Мир подписавший мир с арабами они его называют Тудмир отсюда название области которая закрепляется на время но впрочем после смерти Тео-де-Мира этот анклав тоже переходит под власть арабов после смерти после убийства Абдаль-Азиза история развивается в двух направлениях с одной стороны распространяется ритм нестабильности там очень часто меняются навестники то их назначают из Африки да в Али и Фрики то их назначают из Дамаска то их выбирают сами воины то есть в Испании пока еще не выстроена какая-то административная система которая может с помощью которой легко установить порядок в Али Андрусей продолжают завоевательные походы соответственно в сторону Кантабрии практически не идут зато вы видите да что четвертый Вали по имени Альхур вторгается в Септиманию и через Септиманию арабы попадают в королевство франков они попадают в королевство франков и их там остановят вы помните только в 732 году когда Вали по имени Альга Фики потерпит поражение от рук майордома франкского королевства Карла который в той битве в битве при Пуатье получит свое знаменитое страшное прозвище Карл Мартел Карл Молот по имени своего любимого вида холодного оружия еще 20 годами позже сын Карла Мартел Пиппин короткий займет Нарбон вытеснит арабов на юг то есть из Септимании они уйдут и во Францию к франкам больше ходить воевать практически не будут зато и франков к себе всерьез они пускать тоже не будут когда в 778 придет Карл Великий но он конечно попробует досадить Сарагоса у него ничего из этого не вредит он уйдет обратно как мы все знаем на обратном пути еще его войско получит довольно ощутимый удар в спину от басков разграбивших его обозы за пределами рассказа остается любопытный эпизод датируемый то ли 718 то ли 722 годом небольшой в несколько десятков человек отряд арабов сталкивается на севере в предгодьях Астурии сталкивается с вестгутским отрядом который возглавляет магнат по имени Пелагий и вестгуты разбивают вот этот небольшой арабский отряд то есть такая стычка происходит одна из первых побед вестгутов один из первых случаев когда арабам щелкнули по носу хотя пока еще довольно слабо в истории в историографии точнее сказать эта стычка превратится потом в знаменитую битву при Кавадонге где якобы многие тысячи христиан победили многие тысячи десятки я бы даже сказал тысяч арабов оно было одно но эта битва станет отправной точкой долгого процесса реконкисты вот с нее начнется отвоевание Кренейского полуострова а мы снова вернемся к арабам к мусульманам и продолжим говорить про уже Кордовский Эмират спасибо спасибо